Предложил в хобу Господу Джиганадхи и пошел читать гайки в заседлялами храма. Когда подошло время ароки, он открыл дверь и только собрался убирать тарелки с Махапрасадом. Так, к своему величайшему удивлению, увидел 10-дюймовую веточку кулочки. Вот, как он принесил, помню, Джиганадхи с вами киджаев. Восема хорами киджаев. Мы сами себе позабочим. Там еще история. Там у них очень хороший просад. Эту историю рассказал его святейшество Джаяпатака Махараджи. Когда этот храм и землю передавали искон, было много совладельцев этого участка. И большинство из них уже подписаны необходимой бумагой в нашу пользу. Однако Джаяпатака Махараджи настаивал на том, что полное поклонение можно начать только после того, как оставшиеся собственники поставят свои подписи. Не зная об этом, Пуджаре уже предлагал Хогу, которую привозили из кухни Радамадовой в Майпуре. Услышав это заявление, он прекратил предложение. Той же ночью ему приснился сон. Как он идет будить божества. И вдруг, о ужас, их нет на алтаре. Они исчезли. Страшно перепугавшись, он выбегает наружу и видит, как они пересекают поле. Он закричал. Джаганат, Баладев, Сухадра, куда вы идете? Ты не кормишь нас, поэтому мы идем в Майпур. Чудрадай, Маньер. То есть, это все снится, Пуджаре. И он делится своим сном. Ну, короче. Ответили они. Там у них хороший просад. Много-много просад. Когда Джей Абатака Махараджа услышал рассказ Пуджаре, он сказал. Я и не знал, что ты уже предлагаешь Богу божества. Я никогда не разрешил бы тебе прекратить предложение. Я просто хотел убедиться в том, что храм является собственностью и скорбь. Для того, как начать поклонение по высокому стандарту. А сейчас немедленно продолжу предложение. Сейчас мы помним Господа Джаганатской роскоши. Рассалила. Мы надеемся, что он доволен и никогда не так не узнает. В действительности, это очень интересная история о том, как мы начинали предлагать Чапан в Хогу. Как только построили новый храм, мы пригласили некоторых поваров из храма Джаганатка Пури, чтобы они научили нас готовить различные блюда, которые они предлагают там. Наши преданные хорошо выучились. Да так хорошо, что эта кухня стала весьма известной на международном уровне. Джаниневаса Крафу в Ламе Куджаре храма Майкури хотел предлагать Чапан в Хогу каждый день. Но у храма не было достаточных средств. Не принимая этого внимания, он решил начать предложение в любом случае. Он встал перед божествами и сказал им, мы собираемся предложить вам Чапан в Хогу за один месяц от этой кухнины. И если вы хотите, что мы продолжили подношение, милостиво позаботьтесь об этом. В первый же день, когда главный Куджаре принимал гостей и угощал их просадом, он рассказал им о своем желании. Один из гостей немедленно откликнулся и пожелал оплатить весь следующий месяц. Вернувшись в Майкур, Куджаре восказал одной преданной о том, что произошло. В ответ она предложила оплатить последующие два месяца. Так поклонение продолжается им на следующий месяц. Для полной гарантии того, что Господь Жиганатка никогда больше не проголодается, мы начали работать по программе Ники Сэм. Преданные и доброженатели дают по 25 тысяч рублей, как единовременное пожертвование, которое хранится в основном в фонде и полностью обеспечивает дневное поклонение. Мы счастливы сообщить вам, что получили очень хороший офис на эту программу. Такие простые, да, такие, ну ну пойдем, Майкур возьмите. Покойные вообще, смиренные, смиренные, такие, ну что, мы Майкур пойдем. Проголодались. А что, ты там же много еще? Там много. Как? Прожать, читать, читать. Как вы скажете ей? Может, Сатушка еще расскажет. Я расскажу, а она же все равно, когда уйдет, тогда можно будет рассказать на телеках. Давайте поток-то смотрим. Никто никуда не едет. А во сколько вы собирались ехать? Ну, не без 23, но в 3 часа мы там. А сколько сейчас? А, в 14.05. Еще есть. Хорошо. Давай, читай. Ну что, Макаша, мы шли что-то подложить и почитать. Господь Джаганатпа отправляется на прогулку. До того, как Искон построил нынешний храм, руины старого оставались под соседним деревом. Это два сплетенных ствола Баньяна и священного Фипса Иипл. Местные жители поговаривают, что господь Джаганатка ходит на прогулки. На самом деле они никогда его не видели, но слышали, особенно в субботние ночи. Они приметили, как кто-то светящийся выходит из храма, воздух наполняется сладким ароматом и слышно позвякивание, похожее на звон ножных колокольчиков. Так удачливые обитатели деревни поняли, что самодостаточный господь вышел на прогулку. Интересно, тут одни мусульмане поняли, правда? У нас только историй про них, кто не снимает. Фестиваль сна на ятра. Сна на ятра, фестиваль омовения Господа устраивают за 14 дней до Радхаятры. Все 14 дней двери храма остаются закрытыми для Даршина под предлогом того, что Джаганатка с вами простудился. А также это прекрасная возможность для обновления макияжа божеств. Некоторые говорят, что причина, по которой Господь Джаганатка имитирует болезнь, заключается в том, что Он хочет немного отдохнуть от многотысячных толп, которые ежедневно посещают Пури. Большинство просит, Господь Джаганатка, исполни, пожалуйста, мои желания. Дай мне то, дай мне это. Поэтому Господь и отдыхает две недели вместе со своим братом и сестрой, наслаждаясь сладкими блюдами, изысканными напитками, сделанными из сливок, черной патоки и укрепляющих трав. В действительности, это самый крупный фестиваль в году, и проводится он по желанию самого Господа. Однажды преданный из центра Гаудия Матха, находящегося в Пури, приехал на Вадвипу посетить место явления Шейчитанима по прогулку. Прибыв туда, он поинтересовался, есть ли где-нибудь в этой местности храм Господа Джаганатка. Его направили в Симанта-Двипу, куда он и отправился. Там он стал поклоняться божествам. Той же ночью Господь Джаганатка во сне сказал преданному. Нам не предлагают здесь достаточное количество еды. Так вот, хотя бы раз в году мы хотим хорошо поесть. Скоро наше сна на ядр, приготовь какой-нибудь пир для нас. Следуя указанию, преданный устроил большой пир для Господа и накормил всех преданных Махапрасадом. Этот фестиваль продолжается и поныне. Когда Искон взял на себе управление храмом, было принято решение сделать фестиваль. Более масштабно и устроить процессию из Майфур-Тендрандая-Мандира. Сотни преданных омываются в ганге, наполняют глиняные горшки ганга джалой и направляются к храму Джаганатки. Во главе процессии идет наш слон и группа пиртона. По прибытию преданных божество помещают в мраморную сна на веде. Специальную платформу для омовения, которую сооружают в сабу. Там же устанавливают пандал от солнечного жара. И сотни преданных омывают водой из ганги или молоком Джаганатки, Баладевы и Сабадды. Церемония продолжается несколько часов, а потом божество вносит обратно в храм. Где их наряжают, в хате веша одежду напоминающую слона. Предлагают арати, кичи, рисавча и сладкий рис. Махапрасад раздают манговые рощи, множество преданных и посетителей, которые подъезжают к месту праздника. Прасад раздают до наступления темноты. Вот кто здесь живет, это происходит сейчас тоже? Да. Вот наноядра была вот там. Это вот когда вот роткоядр в фуре, и тогда вот в это время. За 14 дней. И он был в слоновьей одежде вечером. И что вот идет пешая процессия сюда? И сколько она времени примерно? Быстро. В смысле по времени? Ну, ответность. Сколько? Час? Ну, а каждый день. А каждый день? Ну, в смысле каждый день, вот сколько положено. И по всеми полосы гуляет там. И жарище, наверное, в это время как раз, да? Да. Как жарко было. Тепло. Тепло. У нас на фоне жарко. Это уже где-то, где-то стояли. Это же наноядра была, потом на солнце. Да? Да, это же тоже. Муж омовение делает, омывали. Об хишейка была. То есть такая очередина была вообще. Это же вот это с наноядра. Да. Это же несколько дней, не один, да? Один день. Омывание, один, нет, несколько дней. Сна на самоомовение? Нет, нет, не сна, она вообще вот это расхоясение. Нет, расхоясение, расхоясение. Сама сна на один день. Ну, на самом деле, мы когда на снаноядра приехали, и Буламата же в Акришвари здесь, мы говорим, пожалуйста, расскажите что-нибудь, а знаешь, у нее же там фонтан. И она говорит, вот сна на ядра, это как раз когда у Джаганадхи повышается уровень его температуры тела, и это не только связано с жарой, это то, что он очень скучал за Матерой Дарани. И когда мы на него льем, поливаем, поем Кришна-катху, мы ему помогаем этот жар понизить. И я помню, тут до трех часов, говорили, до скольки лили, лили на него, короче, из кокоса, из ведра, с молоком, короче, а кто как приходил вообще, я была в захвате, короче, такое здесь, и с утра его поливают, и было уже после обеда, его все поливают, поливают, кто что там, а я помню, ваше приезд, делал манговый джус, полили его манговым джусом, кто-то кокосил. А после этого он, типа, заболевает, да, потому что его перелили, да, типа? Он уже заболевший, на него уже на температуру льют, чтобы остудить, его не лезть, жарить, да, скучает. Да, он скучает за разлукой по Абриндаванце. Он, наоборот, выздоравливает. Да, конечно. Потом надо прийти, обязательно полите? Обязательно. Хорошо. Давайте, ну ты же давайте. Да, если хотите, тогда я сейчас живую историю расскажу, и она, наверное, с жизнью в жизнь приходит, потому что вот нельзя так реализованно прожить ее. 2004 год, 2006 год я живу в Индии два года. По благословению Мухараджи приезжаю, и он мне дает одно из благословений, чтобы я научилась готовить совершенным образом бенгальский просад. Несколько благословений, и это одно из благословений. Естественно, когда я попадаю в Майяпур, я прошу всех преданных, чтобы они позаботились и дали мне такую возможность. Но искали, наверное, две недели эту возможность. Нет, тогда на кухню женщин вообще не пускали. Ни на какую кухню наших исконовских божеств. Ну и я потом смиренно сказала, хорошо, я не буду претендовать так быстро. Если Господь захочет, Он в свое время прольет эту милость. Давайте мне любое служение, какое вот у вас есть. Ну, мне там дали ряд служений. И я сказала, я буду делать панчетатвы, буду делать украшения. А у него же, он же большой панчетатва. И нужно было делать сюда браслеты, сюда на шею, потом пояса, сюда на ноги, на плечи. И я прям, знаете, я была в экстазе таком и делала где-то в день по 8-10 часов. Я просто сидела в панчетатве на втором этаже в дирекции, проходит с наушниками. Бактишастра так изучала и делала, мне ничего не мешало. И приходит время, начинается Радхаятра. И мы с подружкой решили ехать на Радхаятру в Калькутту, чтобы... И Радхаятра там была такая большая, вот как в Пуре. И чтобы книги распространять. И все, и мы поехали. А до этого происходит такая ситуация. Я служила сначала Радом Адове, божествам. И там давали каждый день их просад. И мы садились там, несколько человек, которые вот служат божествам, мы садились и все вместе кушали. Вот ухожу я на Парикраму. И уходит это мое служение. Я Радом Адове не служу. И по Махапрасаду я уже, вы представляете, разлука настоящая, как с формой Господа. Не то, что вот ты хочешь наесться, а у тебя отношения с ним складываются. Тут ты делаешь, в общем-то, украшения. И тут Махапрасадом тебя угощает. Сюда ты постоянно ходишь. Теперь на Радхаятра собираешься ехать. И в тот период у меня финансовая возможность была очень ограничена. Я питалась только кичри. Кичи давали утром в 11, вечером в 5. Меня вполне устраало, потому что я была счастлива с службином своим. И не претендовала на больше. Но вдруг у меня, девочки, такое чувство, что я хочу этот Махапрасад. Я готова идти на преступление, чтобы этот Махапрасад почти... А я же знаю, где он находится, потому что приносят его и потом раздают. Я иду в ту комнату, стою вот так перед Махапрасадом и общаюсь с Господом. Говорю, ты знаешь, что я не могу украсть. Вот что мне теперь делать? Эти чувства яркие ты во мне вбуждаешь. И что я должна делать? Поворачиваюсь, ухожу, и у меня слезы. Сажусь перед Панчетарпой, плачу. Я говорю, Господь, это ты виноват, не я виновата. Я никак не могу украсть Махапрасад. А что ты со мной делаешь? И для чего ты это делаешь? И так снова я иду к Махапрасаду, к Господу, к Махапрасаду, к Господу. И заканчивается тем, что я захожу, и там уже старшая преданная, которая нам раздает этот Махапрасад, вот как сейчас девочки нам раскладывают. Мы все садимся, и нам раскладывают Махапрасад. И она стоит, да, и у меня слезы. Она говорит, что случилось? Я говорю, а им хангри. А у меня другого уже нету, никакого предлога, что я тут оказалась, что у меня там уже нет служения. И она мне наложила, девочки, вот такую гору, тарелку вот такой горы наложила. И я теперь взяла эту тарелку и перед божествами Панчетарпу поставила. Я говорю, ну и вот, теперь скажите, что мне с этим делать, говорю. Потому что я не знаю, ну нет, ну не идет, у тебя чувства общения с Господом. Ты же не понимаешь, Господь, для чего эта ситуация, ты же пока еще не понимаешь. Ну ты у него на поводу идешь, ничего не можешь делать с этими чувствами. Ну и потом еще сидела, поплакала, взяла эту тарелку и пошла. Тут парк был у нас рядом, парки, парки, парки были тогда везде. Я выхожу на эту лавочку, вот эту вот бетонную положила, на такую лавочку, тарелку. Я говорю, ну давай четкие указания, что с этим делать, говорю. И получаю ответ. Побежала там, шесть или семь тарелок принесла вот этих одноразовых, разложила по всем тарелкам. А тогда были баджанкутиры, лейтенанда и гуранга. И рядом с храмом были. И там у меня друзья жили. Я друг на дружку быстренько сложила, там оставила себе немножко и отнесла туда. И они все вот так, как мы сейчас все довольны, что Махапрасат пришел, отнесли, дали. И я теперь пришла, взяла в руки Махапрасат и так очень плачу и ем. Думаю, я не заслужила его, а вот я выпросила его просто. Но ничего не могла с чувствами делать. А тогда были опекуны. Мало-мало было русскоязычных преданных всего, вот прям на пальцах можно. было пересчитать. И она подходит ко мне, Лила Вриндавани, она преподает в школе. Она говорит, вы голодные, Анандине? Я говорю, кто вам сказал? Она говорит, да знаю я, я опять. Я говорю, такого быть не может. И она опять, да с вами бесполезно, не разберешься. Теперь я должна думать, что с вами делать, чтобы вы голодные не ходили. Она говорит, я говорю, Лила Вриндавани, я завтра утром уезжаю в Калькутту. Я буду там, в общем-то, это самое, книги распространять. Она говорит, ну хорошо, поезжайте, вернете, потом будем думать. То есть она теперь думает, что я голодная и меня надо кормить. Теперь я возвращаюсь через 14 дней с Калькуттой. Счастливая, потому что книги шли просто. Но обувь каждый день терялась. Девочки, каждый день покупаю за 60, за 70 рублей. В шлепанцы иду нету, иду нету. А потом я говорю, ну ты не хочешь загонаться, чтобы я ходила в обуви? Я говорю, с ком ходить. Я же не могу каждый день покупать туфли себе или же шлепанцы. Я не миллионер, я говорю, на твои деньги покупаю. Книги распространяю и покупаю. Я говорю, не буду больше покупать, говорит. Ну и в общем, стала ходить высоко. Возвращаюсь в мой порт. Меня, значит, встречает опять Лила Бриндава и говорит, а Нандине чудо произошло. Я говорю, какое? А у нее муж, он тоже в Поджарской, у Панчататовой, иногда и у Настин Хадева. Я говорю, а он как раз, когда болел джиганат, он его разрисовывал. Он художник. Он говорит, вот у нас есть одна русскоязычная Мададжи. Вот такая-такая ученица. И у нее благословение духовного учителя, чтобы она готовила. Вот, и она еще и сама и голодает, говорит. И вот мы даже не знаем, как с ней быть, говорит. И президент спрашивает, а кто духовный учитель? А когда она? Он говорит, да, пускай приходит, говорит. Пускай приходит к нам, говорит, на кухню. И пускай помогает служить. И она говорит, все, с завтрашнего дня идите, говорит, джиганат темпом и служите, говорит, там будете помогать готовить. Я, значит, держу, а у меня денег... Это у вас здесь утром? Да, конечно. А у меня денег нету, чтобы дождаться первый автобус и чтобы на автобусе поехать. И я в три часа из дома выхожу. Первый раз, я не знаю, даже вот этот поворот где. Ну, не запоминаешь же сразу это все. И говорю, джиганат, я с тобой. Ты меня ведешь, вот и все, говорю, потому что я ну куда-нибудь заглушусь. Ты хочешь, чтобы я в деревню какую-то попала, да? В жерманскую. Да, да, ты хочешь, говорю. И я с жапой иду, такая счастливая, босиком. И вдруг, девочки, тихо-тихо, абсолютно не слышно. Двое бенгальцев, маленький, худенький. Ну, чувствуется, что это мужчины. И они у них тхотят, девочки, вот так они, когда бедер просто вот надевают, как-то вот так вот, да? Потому что жарко было уже, да? И они босиком. И такое впечатление, что они подпрыгивают, иду. И у них вот так вот через плечо, один далеко, наверное, метров 3-4 друг от друга. И у них вот эта бамбуковая палка. На бамбуковой палке висит рыболовная сетка. Висит так, и они подпрыгивают, и идут. Я говорю, чихо-мят, балады, так это же вы, говорю. И смеюсь, представляете? Они быстро вот так подпрыгивают, и идут. И я побыстрее пошла. Я говорю, так что ж, вы решили меня сопровождать, что ли? Уж как-нибудь бы я, говорю, дошла. А, ну что ж я вам такие беспокойства принесла? И все равно иду, и джапу повторяю. И они идут и ведут меня. И раз поворачивают тут храм. Я, значит, к храму поворачиваюсь. И девочки, вот одно мгновение. Начинается молитва мусульманская в храме, там же не доходя вот этот вот храм мусульманский. И я только вот так посмотрела, и уже сюда смотрю, их нету. И я точно понимаю, что это были джаганат и баладев, представляете? Вот таким образом, вот такая вот была история у меня. И я уже начинаю вот подготовить, прихожу. Начинаю, и два-три дня я просто следила, как что. А там была по-другому немножко кухня. Я сейчас сюда прихожу готовить, ну, помогать, вернее. У меня есть такое, в общем, я пословение, у меня разрешились в Тахаре. И там были вот только казанки, вот эти вот так вот на полу. Вот так вот сразу шесть казанов ставишь. Три дня я наблюдала, спрашивала, что за спецполь, все записывала, домой приходила, записывала. И через три дня они мне говорят, садись, готовить уже садись, да? И у меня, знаете, вот просто как будто остановилось сердце. И я думаю, если вот я сейчас не сяду, мне больше не предложат. Иначе я умею или не умею, я должна садиться. И я сажусь, девочки. Сажусь и уверенно начинаю делать. Но это точно через себя джаганат все делал. И потом они мне, знаете, начали прям каждый день давать, вот эти патни делают, кокосовые блины. Они делали тогда в казанах, сейчас они делают в сковородах. А раньше были вот в этих глубоких. И надо, чтобы вот эта вот масса в центр не попала, чтобы не было лепешка там, а тут была тоненькая. Надо так размазывать. И у меня сразу стало получаться, в первый же раз. И они говорят, так смотри на нее. Она говорит, наверное, готовила раньше, что они смеются. И они мне стали доверять, вот так вот, представляете. И то есть я вот тут вот несколько месяцев тогда, 8 месяцев я жила, вот так благословения моего духовного учителя, они так сработали. А потом постепенно, я уже на следующий год проучилась на этих, как его, на курсах по поклонению божества. Меня просто так Джанивас Прабу пригласил на кухню божественного Радмадовой. И мы, у нас тогда были эти русские дни. И русские дни всегда русские преданные, все служением мы и Кура выполняли. И в окрешку я организовывала, что вот мы готовили на кухне. Ну и я была как старшая. И в общем-то мы там готовили. Джанивас Прабу приходил и все пробовал. И он говорил, кто организовывал? Ну я когда сказала, он говорит, приходите. И мне Симхадеву стало он меня разрешать, представляете? Вот такая вот Нилс, это все Джаганат. Джаганат, Балады, Бабхатра, Ки-джай, Ки-джай. Кавра Приманан, Хадриха Липпу. Спасибо большое. Пойдем, Ваш духовный учитель в то благословую. Бхактикаши с вами, короче. А Вы расскажите, какие они были, они не с этими? Шли, которые вот эти бенгальцы куринги. Тело было голое, торс был голый. Это было жаркое время. И вот эти, говорю же, у них, хоть и они такие вот коротенькие, как лепестки. Вот они вот так как-то зарядывают, и все, и больше ничего нет. Еще для маленького ростока, да? Нет, они не маленького, рост, наверное, какой-нибудь. Ну, стройненькие, худенькие, некрупные такие мужчины, а вот такие вот, знаете. И самое главное, меня завораживает, как они, они как-то подпрыгивают, девочки идут вот так вот. Не просто идут вот как идет человек, а вот как будто бы танцуют. Да, 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 да. Но чувство, что это были именно они, особенно после того, как ты прослушал вот эти истории, много историй, слушал о них, у тебя такая вера, что так оно и действительно происходит, связь. Потом была дальше история, очень интересная история, ну, это уже, это уже такое. Ну, тоже все это Джаганат проявляет. И вот до сих пор, вот скажет даже по Маманжаре, наверное, в неделю-два-три раза мы почитаем Маха Прасад Джаганат. И он сам приходит домой. Я иногда просто открываю дверь, выхожу из двери, да, а у меня горшок стоит там, вот тут стульчик я поставила возле двери своей, да. Ну, я понимаю, что этот Джаганат мог просто, а кто принес, когда принес, вообще не знаю. Когда я уже уезжала отсюда, вот тогда вот, когда жили здесь, и, ну, мы, еще так получилось, у меня были мистические способности, я лечила людей. Вот просто, ну, определенные такие движетни были и выздоравливали люди, они просто такие носилочные, они вставали и начинали просто вот так вот. И приходит подружка моя и говорит, ты знаешь, все будут жарить, болеют, 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 и они просят, чтобы вот ты помогла им. Я говорю, ну, ты сумасшедшая, они же все в шафране, как я могу? Это же было почти 20 лет тому назад. Я же тоже молодая женщина еще. Я говорю, да не согласятся, они готовы на все, потому что у них уже тело на свалку выбрасывается, они, говорит, настолько, говорит, устали. Я говорю, ну, хорошо, давай сначала организуем революцию, а потом, говорю, мы посмотрим, что из этого выйдет. И мы собираем все лекции на втором этаже опять пончитатвы, и я им вот рассказываю, 40 минут, переводчик, я должна сконцентрированно рассказать, что тело настолько важно, и как, что, чего надо делать, каждый может себе помочь. И там был один доктор среди них, этот, Брахмачария, хирург, я его отругала сразу, я говорю, как ты имел право отказаться от этой специальности, посмотри, сколько больных предано. Ты обязан помогать преданным по своей специальности? Я вон уже сколько лет, я все продолжаю преданным служить через свою профессию, я тоже, Брахмачария, сколько лет проработала. Ну, и, в общем, сказала им технику, все-все-все, и они согласились все на лечение. И мы прямо там проходили, девочки, прямо вот на втором этаже пончитатвы, я им делала вот этот, так, культурный массаж, прямо они в шафране, все-все находились, делали. И вы представляете, два-три дня, и они просто летать начинали. Но это не ты, это была мистика, когда Кришна через себя пропускал такие энергии. И потом, когда нам нужно было уже во Вриндавы, но уезжать оттуда, я уже дальше должна была, мы и пор не возвращаться. Они были все такие благодарные, и говорят, мы хотим вам Махапрасад, Махапрасад в дорогу. И все пуджари хотят Махапрасад из Джаганатка Темпл, оттуда, оттуда. И Нила Лакшни приходит, и мне говорит, что будем делать? Я говорю, бери весь Махапрасад, который будут давать. Две сумки, пять сумок, десять сумок, все, будем раздавать, будем проповедовать. Она говорит, ну ладно. И вы представляете, девочки, у нас вот эти два больших баулы, сумки с Махапрасадом, и там мы разделили где, который не портящийся на несколько дней, и тот, который надо сразу. А вагонов было то ли, тридцать чем-то вагонов было тогда. И я ей говорю сразу, вот только в вагон сели, почти больше суток же едешь до Бриндавана. Ну, это такой поезд был. Я говорю, я первая пойду, говорю, по всем вагонам, а ты пока сиди, говорю, здесь. Ну, я так прошла, смотрю, некоторые, ну, вижу, что мусульмане, они просто отворачиваются, ничего не говорят, не возмущаются, ну, не это самое, не берут Махапрасад. Потом я сколько могла раздала, возвращаюсь. А как вам предлагали в чем-то, ложка или тарелка? Нет, нет, мы набрали вот этих разовых листочков. Тогда были другие немножко банановые листочки, маленькие-маленькие такие. А прямо эти листочки давали? Да, прям все давали. Ну, мы брали, видите, я брала, я с тележкой всегда путешествовала в то время. Я прямо на тележку поставила эту сумку, и сумки все вот так вот давала. И вот так вот раздала, возвращаюсь и говорю, будь осторожна, сейчас не иди пока, давай немножко подождем, потом пойдешь. Я говорю, если мусульмане не будут брать, не настаивай, не проповедуй, ничего не говори. Созреют сами, Кришна сам с вами разберется. И мы, знаете, мы смогли вот этот вот Махапрасад раздать, оставить для преданных, которые в этом, как его, в Авиндаван мы везли. И как только поезд останавливался, и была такая платформа, где мы стоим несколько минут, мы выходили, и как сумасшедшие плясали, девочки. Мы плясали, и я начинала петь и танцевать, как будто я петь у меня. Я петь не умею, я вообще ничего не умею, не танцевать, не петь, а пелась и танцевалась. Это вот так вот джаганат. Все, кто там вот из магазинов повыскакивали, все вот так вот пели и танцевали. Что стало происходить в поезде? Вот этот вот джаганат, он всех пьяными просто сделал. Вот такая вот была, да. И вот по сей день джаганат, он приходит домой и приносит Махапрасад. Мой, пожалуйста, под Маманджаре. Она заказывает, и каждый раз тарелочку мне приносит. Иди, я иду. Так где эти два мальчика? Считает, что я ее наставница. Ну вот так вот все. Спасибо, это Шила Прупада, девочки. Открыл нам, что поклонение божествам. Как говорит Госвами Махараси, в одно мгновение мы можем стать чистыми преданными, и мы можем идти в духовный мир, в это состояние сознания. Что такое Госвами. Давайте пробудем. Можно я, когда только подумала, что, ну, сказали, что здесь будем, я почему-то подумала, что надо обязательно вот эту историю, как Арджуна решила жениться на Субхадове. Я подумала, ну, точно надо рассказать в этом месте эту историю, и это в источнике вещь невозвождения. И почему Дбагава там описывается и здесь. Она небольшая, и там всего несколько комментариев, где есть Вишонаточек, Кровартихукур. И очень моменты у некоторых объясняют, почему это так произошло. И Арджуна, он путешествовал по всему миру и посещал разные святые места. И вот он пришел к Прабхазу. И там он узнал, что Господь Баларама решил свою сестру отдать дурьёдами. Хотя Кришна и Васудева, они не хотели, чтобы Субхадра выходила замуж за дурьёдами. Но Баларама был очень благосклонен к дурьёдаме. Своя лила определенная. И Арджуна, он сам хотел на ней жениться. Он знал все ее достоинства, красоту. И вот он решился, он переодеться как саньясин. То есть реально уже подвох конкретный. Он взял коса, три данди, и пошел, отправился в дворокон. И в комментариях Шилу Прабхазу пишет, что может показаться, а это уже не Шилу Прабхазу ученики, что это на самом деле... Ну что-то странное происходило, но на самом деле это он не действовал по своей воле. То есть как вот и Матушка сказала, его подговорил на это Кришна. Переодеться, все такое. Потому что все не хотели отдавать субхадру за дурьёдаме, кроме Баларамы. Но тут же ж родственные связи. Кришна очень хочет напрямую ссориться с Баларамой. Ну и потом. Арджуна провел в двороке сезон Чатурмаси, сезон дождей, четыре месяца, когда саньяси, они не по чешусь, уже сидят на одном месте. И вот. И его не узнал Баларам, хотя же он кшатрый, ну сразу под тело видно, какой он Брама, какой он саньяси-то. Но его никто не узнал. Ему оказывали... И вот когда заканчивается, рассказывается, что заканчивается Чатурмаси, то начинает приглашать к себе в гости, кормить саньяси. И вот она закончилась. И Баларама говорит, так, давайте, приходите, короче, все. И Арджуна, перейдевшись в саньяси, он пришел на это все, в мероприятие. И он там уже начал строить глазки Субхадру. И она так же, взаимно. Она знала. Да, и он увидел Субхадру. И это, у него глаза широко раскрылись. Он взволновался. Вообще-то, это описывается, что Арджуна очень нравится женщине. И как только Субхадра его увидела, она сразу сказала, я хочу стать его женой. И вот они уже начали перегладываться, искоса там взгляды. И все, она уже отдала ему свое сердце. И в общем, она приняла в своем сознании, что это ее спруг. И все. И потом, короче, так, и дальше идет то, что Арджуна, он искал возможность, как ее посетить. И интересно, что когда Арджуна, когда Господь Баларама оказывал почести Арджуне, как Саньяси, он был рассеян Арджуна. Рассеянность Арджуны и неспособность Господа Баларамы узнать его, ну как, это все устроил сам Верховный Господь. То есть тут как Саньяси одет, этот тоже не может его узнать, хотя панды это же близкие к семье ихней. И это Господь устроил, чтобы насладиться этими всеми развлечениями. И вот однажды, во время большого праздника, в честь Господа, и в комментариях, что это как раз Радхаятра, он прям пишет, что праздник это был ежегодный, Радхаятра, в честь Господа. Субхадра выехала на колеснице, то есть она выехала из своего дворца. И тогда Арджуна воспользовался этой возможностью и посетил ее. И родители Субхадры, и Кришна они одобрены. И Арджуна, стоя на своей колеснице, лук взял, отбросил всех воинов, короче, и увез Субхадру. И когда, Баларам, и это в день Радхаятры, в день Радхаятры. То есть во время Радхаятры еще и вот это лило происходит, просто мы не знали. Вот, вот, еще начали кровать. И тут, когда это все, вот шумиха началась, Баларама узнал, и он разгневался, не на шутку, словно океан, гушующий в полнолуние. Однако Господь Кришна с почтением обхватил его стопы и вместе с другими членами семьи успокоил ему, объяснили ему, рассказали подробно. И они, он просто ему объяснил, что на самом деле, что на самом деле Субхадра, она влюблена в него, и поэтому, поэтому, ну, она выбрала его, и поэтому не заставляю его женительно выходить замуж за дурье дома. И потом уже, когда Баларама успокоился, он отослал много подарков, слонов, колесниц, лошадей, слуг, служанок. Вот так, вот это, в общем, интересные подробности. Вот я это подумала, как практически, вот, как нам применить жизнь, да? Ну, ты, конечно, там, про воровство, невест, там, переодевание в саньяси, ну, это нам непрактично. Ну, про сад-то воровать мы можем. И это, ну, я просто подумала, что на самом деле в этой истории вообще показывается, что всё происходит по воле Господа. То есть вообще, переодевание в саньяси, воровство. Неузнавание со стороны Баларама. Неузнавание вообще. И то есть, и ты просто понимаешь, что Кришна хочет, то и делает. А тебе нужно просто научиться принимать. И я вот уже недавно тоже где-то была на встрече, и начали говорить о том, что вот, надо же там, ну, совершить то, чтобы Кришна совершить то. А на самом деле Кришна у нас любит просто так. Не за то, что мы там какие-то много совершаем в служении или ещё. Вот корова в духовном мире, она просто говорит, не, он её любит. Она не распространяет книги, не распространяет просад. Понятно, это нужно все... Не повторяет, не повторяет, и не рано, а не нужно вставать. И получается, что Кришна, он просто через вот эту нашу садану, он хочет увидеть нашу серьёзность. Но на самом деле он нас и так любит. Просто нужно... В чём наш секрет с успехом? Нам просто нужно услышать. И принимать то, что он нам посылает. И быть благодарным. Не строить своим умом планы. Что я то сделаю. Да. Тело движения такие, что вообще. А вот нужно просто понять, что он от тебя хочет, и просто будет послушным. Как вот недавно Рамеш Варапрабу. Очень красивый праба выдавал лекцию. И он рассказывает, как мы молимся во время воспевания. Мы молимся о Господь Кришне, дорогой Симатирадарани, дорогой Господь Баларана, займи меня в служении. Но на эту мантру накладывается ещё настроение. Дорогое Господь Кришне, дорогой Симатирадарани, дорогой Господь Баларана, займи меня в служении, в который тебе будут добиться. Потому что мы можем много двигаться, а толку никакого. А Кришна хочет сказать, «Я хочу, чтобы ты это делай». И ведь важно понять, что он хочет, то и делать. И это в этом наше предание. Не придумывать себе какие-то суперслужения, да, вот это. Служения должны спуститься. Оксаночка, вот это. Оно должно спуститься, и тогда это то, что будет удовлетворено. Дядь, хорошо, давайте, чтобы каждый рассказал. Я в продолжении вот этого как раз. Я подумала, что я давно не читала источник. А вот Махабхар это как раз недавно. И там эта история тоже описывается очень подробно. И там интересно, что как вообще. Вообще это было желание Кришны, конечно же. Арджуна, ну, как бы, это не так, что Кришна удовлетворил желание Арджуны, потому что он влюбился в субхадру. Оно вроде бы и так с внешней точки зрения. Но на самом деле изначально Господь так хотел. Он хотел породниться с Арджуной, потому что он его очень сильно любил. Ну, то есть у него было масса причин. И Арджуна до того, как вообще эта вся началась переодевалка, вот это вся в Совет Саньяси. До того, как Субадра его узнала, ну, он Арджуне объяснил свой замысел. И поэтому Арджуна удовлетворял его, как бы, Господь. Вот, но я хотела в связи с этим, как бы, продолжение, так сказать, поскольку я читала, у меня впечатлила одна история. Она всем известная. Когда уже была война, и когда была вот эта горячая, очень, как накал, когда Бишму никто не мог победить, он, поскольку он был самым сильным воином на земле вообще, он косил просто армию пандалов. И это продолжалось несколько дней. Они были просто в отчаянии. Они уже просто не знали, что делать. Они не могли поднять на него руку. И это была большая такая драма. Ну, всем известная история. И Кришна начал убеждать Арджуну, что он должен это сделать. И Арджуне было очень непросто. Очень непросто. И он, вроде бы, как хотел удовлетворить своего Господа и друга Кришну. И он уже был тут настроен. И Кришна... Уже и духовный учитель. Да, и духовный учитель. Он его принял. И Кришна подвел его под колесницу к Бхишме. И они начали сражаться. И Господь увидел, что он сражается не в полную силу. Он как бы почувствовал, что все равно Арджуна... Симулирует. С очко из очков. Ну и тогда вот он взял это колесо и побежал с этим колесом на Бхишму. Ну, естественно, Бхишма был очень... Он был счастлив. Он только ждал всю жизнь этого момента. Вот. И потом Арджуна... А, и Арджуна что сделал? Вот тут Арджуна включился. Он спрыгнул. Он увидел вот это вот. И у него там все как бы вскипело в сердце. Он пошел и начал его тянуть обратно и останавливать. И вот это вот он уже не... Тут не из очковал. Тут он уже в полную силу, конечно, не держал. И вот там описывается... Интересно, что... Вот меня именно поразило, что Арджуна разделял ценности Кришны. Вот как там пишется, я специально вот эту цитату вот нашла. Кришна был второй душой. Они бы не вынесли обвинений в его адрес. Слова Кришны должны вести человечество к праведности. Нарушен свое слово, другие последуют его примеру. И мир превратится в хаос. А люди, отвернувшиеся от наставлений Бога, несомненно, попадут в адрес. Вот это вот интересный мотив. То есть, как будто бы внешне он говорил, да Кришна, все, я больше не буду. Я как бы понял, что я не прав. Давай я буду сражать, свой долг выполнять. Но он это делал не ради своего долга, а делал это ради Кришны, ради его интереса. Потому что Кришна, он заинтересован в том, чтобы каждый живой существо здесь получило благо. Чтобы они приняли его за авторитет не потому, что он просто хочет установить свою власть, а потому, что он желает всем блага. Господь желает всем блага, поэтому он должен быть в авторитете. И Арджуна вот этот... Ну, то есть, нужно быть очень близким другом с Кришной, чтобы понять его помыслы, его замыслы. И вот он именно это разделял. Вот это очень сильно меня напечатлило. Вот такая история. Ради чего это все, да? Вот то, что Винамадхури сказала и в продолжении. Я помню, мой муж, когда вот эту Лилу рассказывает, там есть один такой момент, вообще очень сладкий, что когда Кришна взял это колесо, и когда Бишма видит Кришну, у него капли крови, кровь в надежде, пыль, волосы все в пыли, на лбу испарено, ну, пот. И он с этим колесом, и он говорит, я бы вот это все время посмотрела на этого Господа, который ради своего преданного готов нарушить свое обещание. И он говорит, и я видела этот пот, как он трудится для своего преданного, Кришны. И так же Кришна, когда открывает алтарь, Он хочет увидеть на нашем лбу пот, от того, как мы трудимся для Него, ради Него, и тогда вот этот взаимодмен будет. Это немножко входит в противоречие того, что вы до этого сказали, что корова говорит му. Ну, он немножко испарен, а то он не есть при этом, что это все нормально. А еще там же в этой, как говорят, что, истории есть, что если человек, когда человек тонет, если он начинает, он начинает кричать о помощи, и если он, может, никто не прийти его спасти, потому что никого не может не быть рядом. Но если он не будет вообще кричать, то вообще никто не придет. Поэтому мы кричим, но Кришна нас обращает на внимание не за того, что мы что-то сделали, потому что это Кармаканда, я сделаю, и ты ответил. Нет, он просто, это для нашего очищения. В общем. Какой-то здесь такой, мне кажется, секрет вот в состоянии сердца нашего, какого-то такого близкого с Кришной. Вот я так в последнее время стал это размышлять над этим, я вот думаю о его преданных, вот какие они. Вот он дальше там, сейчас я как раз читаю, когда уже все это закончилось, и Ютхи-Сиру возвели на трон, и Кришна ему, ну, это все как бы так долго описывается, в том числе там, как Бишма давал наставления, как он прославлял Господа в свой последний момент, когда он лежал и описывал вот это, как он был, что это для него вообще самый сладкий момент его жизни, когда он вот увидел его таким вот на поле боя. Вот, и когда его возвели на трон, то Кришна говорит, он короче говорит, Арджуна, Арджуна, давай съездим в Индропрастку, потому что они-то в Хастинапуре все сидели. Вот, он говорит, давай Индропрасту сгоняем, прогуляемся. Он говорит, ну давай. И они поехали туда именно. Вот, и там он ему говорит, знаешь, почему-то он не мог ему сказать, как ты в Хастинапуре, я не знаю, что. И там он ему говорит, знаешь, я хочу поехать в Двару, я так соскучился по своим, я маму, папу не видел. Ну, то есть они меня не видели, как бы, по сути, ну, они скучают. Вот, Васудева, Деваки, говорит, мои жены, вообще все мои близкие. Ну, я говорю, не знаю, как сказать в Хастинапуре. Я не могу его расстроить. Я знаю, что он будет, ну, попечалиться из него. Вот, и он ему вот это вот, Арджуна сказал. Он говорит, давай поедем прямо сейчас к нему и попросим. Давай. И они возвращаются в Хастинапуре, они приходят. Вот. И смотрят на Хастинапуре, смотрят на него оба. Хастинапуре догадывается. Пристальный взгляд. Да, он говорит, вы, наверное, что-то хотите мне сказать. Вот. Просите все, что угодно. Все, да. Все. И Кришна говорит, а, и Арджуна говорит, а он его так вот, ну, как бы, его попросил, попроси его, чтобы он не отпустил. Мне неудобно. Арджуна говорит, знаешь, там его, ну, близкие скучают. Давай отпустим Кришну домой. Вот. И Криштира соглашается. Ну, он как бы, они как бы такую почву подготовили, что не надо было долго его уговаривать. Он уже как бы все понял. Вот. И он соглашается. И там описывается, что Кришна, он, ай, и Кришна прямо ему так и говорит. Ты знаешь, вот все, что тут сейчас на земле, это все твое. Все тебе принадлежит. Ты хозяин всего мира. И я тоже тебе принадлежу. И Дварак, и все. Это все твое. Вот как ты распорядишься, вот так и будет. Вот как ты мне прикажешь, я так и сделаю. Разрешишь поеду, не разрешишь, не поеду. Но они скучают. Вот. И это я к тому говорю, что вот как интересно Кришна, он становится как бы, ну, не слугой, а как собственность преданного. Вот почему? Потому что он знает, кому можно доверять. То есть не просто так, вот я предан, Кришна уже стал моей собственностью или нет? Это мне можно доверять или нет? Я разделяю интересы Кришны или нет? Если я разделяю, то он станет мне доверять. А если я не разделяю, то как мне можно доверять? И вот это интересно, что Кришна не заводит отношения, с кем попало. Он близкие отношения заводит с такими осознанными людьми, такими включенными сердцем, которые очень чуткие к его желаниям. Алина, поделилась. Спасибо. А можно я тогда добавлю, что именно все вот эти вот психические виды деятельности, связанные с органами наших чувств, деятельными и знающими, они находятся в сердце. И из сердца идет вся вот эта вот импульс, реакция на деятельность эту. И поэтому у нас и память, или забвение, или уже у нас, или те другие виды ментального такого процесса происходят. И точно так же ум тоже пребывает здесь, в области сердца. И в области сердца находится и душа, и сам Кришна находится. И как располагается сердце, это не просто плоть какая-то, не мышца, которая этому телу принадлежит. А это описывается уже в Аюрведе, что вот эти пять потоков наших жизней, нахатупрана, все такое есть. Сердце, как лотос, висит на этих потоках жизненных воздуха. Представляете? Вот это вот эфир, который находится в нашем теле, висит в сердце, и оно висит в области, как вот это вот лотос, как висит. И когда мы получаем через все вот эти органы чувств, какое-то восприятие, как самсару, оно мгновенно входит в сердце. И только потом импульс направляется уже в головной мозг. Несмотря на то, что здесь импульсов значительно меньше, может быть, десятки, сотни раз, чем в мозгу находится, но поскольку сердце принимает сначала этот импульс, а потом передает туда, уже из мозга распространяется по всему телу, по всем функциям, по всем органам. И наше тело, оно же ведет себя независимо. Как хочет, так и ведет. Вот мы просад почтили, или же там другое, что почтили. Что-то, какая-то работа происходит, мы не можем заглянуть, не можем понять, что. А ум полностью независим. Он вообще не подчиняется никому. И когда ты узнаешь, что ум, это, в Бхагавадгите же говорится о том, что из всех чувств я ум, говорит Кришна. И когда ты уже читаешь четвертую песню, чем и Бхагаватам, там уже настолько прям четко и ясно произносится, что как из Махататвы выходит вообще ум. И оказывается, это Ананта Шеша, Санкаршана, это первая четырьюха, это вторая четырьюха, и все это принадлежит Господу Баларане, Господу Балараде, это Он. Представляете все? И естественно, раз Господь Баларама, Он является самой верховной личностью Бога, Он является Богом-слугой, когда они приходят в этот мир, как Господь Митинанда и Господь Горанга, да, Читания, то Господь Читания, Он же приходит с умонастроением на Радхаране, Он себя не хочет показать как Богом, верховной личностью, а Он хочет пройти вот этот путь Бхагты, путь преданного, самого возвышенного, Он так и проходит, Он забывает полностью, что Он Господь, но Господь Митинанда, Он приходит как первая экспансия верховной личности, Бог-слуга. и Господь вот полностью создает вот это вот травинка, вот это дерево, чирикуют птицы, все, это все семья Кришны, это все члены семьи, облако, которое плывет, что вот нету, чтобы что-то, вот листочек лежит, Он тоже, это все личность, это все-все-все, абсолютно семья Кришны, но мы так вот не можем воспринимать, когда мы постепенно очищаемся, вот так слушая, собираясь, махапрасат, почитая, танцую, пая и так далее, вот это вот знание, которое мы слушаем, оно входит в сердце каким образом? Мы начинаем слышать. Мы слышим просто, и оно вошло в твое сердце и больше не уходит. И ты с этим начинаешь уже жить просто-напросто. И по мере вот этого очищения, Кришна, вот эти вот, что бы мы ни делали, вот как сейчас сказала Раслила, что мы делаем? Не надо перетруждаться, там, что вот я там горы переверну, я то сделаю, это сделаю. Помните историю, когда Хануман там белочке сказал, говорит, ну что ты под ногами-то путаешься? Я вон глыбы таскаю, вот это какую-то песчинку. А Мачандра очень расстроился, и сказал, вы мне равны все. Он песчинку, я его так же люблю. И нас, Кришна, вот так. А мы своей гордынью, через ложное эго думаем, ага, я вот так вот делаю, а так, ну что он на ананзине, старая кляча. Она еле-еле ходит. Один раз при мне сказали про одну мою вот подругу, которая тоже в пожилом возрасте, да старушка вот эта вот, вот есть как-то с пренебрежением. Я говорю, старушка, не смейте про меня так говорить, я вам не старушка, я сказала, я мудрец. Пурномаси, я вас видела в спектакле Пурномаси, вы играли, да? Да. Я говорю, я себя думаю, вот я думаю, вот мать же анандине, такие подруги. Я говорю, что тут делают, ничего себе, как я тут оказалась вообще. Вот представляете, и вот таким вот образом, Кришна, видя вот эту вот нашу истинность, чистоту, вот ты, например, болеешь, ничего не можешь делать, да? И ты говоришь, ну хорошо, положил меня в такое положение, ну и положил, я буду принимать это. Ну повторять, святое имя, никогда не перестану, я говорю. Я буду повторять, что хочешь, то и делай. Не потому, что я долг свой совершаю, а потому, что ты любишь, когда повторяют святое имена. А я не умею повторять, давай мне с тобой повторять. Я говорю, как я буду тогда повторять, если у меня что-то болит? Я же не могу эту боль-то убрать. И ты чувствуешь, девушки, как Кришна повторяет. И ты, оказывается, без пищи можешь обходиться. Я говорю, не хочу, ты преданных твой беспокоит. И ты, оказывается, не кушаешь. Вот у меня была последняя трещина с позвоночником. И я сказала, Кришна, не взбумай сюда преданных меня посылать. Вообще. Зачем? Пусть они своими делами занимаются. А мы с тобой посетиться будем. Не проси у меня кушать. Вот представляете, вот это вот, то, что знание входит, оно очищает наше сердце. И Кришне не нужно, чтобы мы натуживались и думали, что мы вот то делаем, а какие есть, вот такие и есть. А я вот могу вот так вот общаться, да, с кем угодно могу. А почему с Кришной так нельзя общаться? Он же до всех живых существ. И ты вот, это естественный процесс, девочки. Не надо думать, спектакли, какие-то репетиции проводить, что, а как я Кришне то скажу, а как я это скажу. Получать какую-то суперквалификацию, там непонятно, когда я не знаю. Доказывать кому-то что-то. Абсолютно, девочки. Вот просто никого другого рядом нет, только Кришна есть. А кто это? Вот я вам такие вещи открываю сейчас. Простите меня, пожалуйста, что я, может быть, не имею права этого делать. Спасибо, да. Ну вот, мне кажется, так просто с Кришной дружить, я ему просто говорю, вот ты мой друг, и ты всем друг. Я знаю, что ты не любишь, а я хочу тоже тебя полюбить, понимаешь? Но я завершу только от тебя, кто бы тебя полюбил. Поэтому давай, вот что хочешь, то и делай. Я хочу, готова и буду любить. Я сегодня ему говорю, да хочешь еще 10 миллионов жизни, чтобы я читала, да будто сколько угодно, только из общества, преданных меня, а не в воде. Я все равно достигну этого любви. И все. Ты доказываешь Кришне и проповедуешь Кришне, представляете? А я чувствую, что Кришна просто балдует. Простите. Честные слова. Честные слова. Надо расти, конечно. Нам пока еще достаточно рановато Кришне проповедовал. А Маришка она деньгами сказала, и я сегодня, когда слышала лекцию Гуру Мавараджи, и он говорит, что на самом деле мы думаем, что Кришна появляется к нам, раз мы зателили воптраум, что мы думаем, что Кришна он предстанет перед глазами, а он предстает в чистом уме. То есть не то, что мы увидим своими глазами его, он просто проявится в уме. Это же Баларама там. Как только он чистый. А не ручка, проделывая. Да, он, короче, в уме, в чистом уме он проявит свой Даши. Ну, приходится всем сражаться с умом своим, да? Да, вообще. Как только, какие только методы мы все не использовали. У нас проходил однажды реквит. Кто давал, я даже не помню, один из учеников Челокруппады, ну, это было несколько лет назад, и у меня ум. Я тогда с ним очень даже строго обращалась с умом. Я говорю, тебе слово никто не давал. И, пожалуйста, ты своим делом занимайся, а мне дают возможность повторять цветы именно. Иди за дверь, тогда ты мешаешь я ему. Иди за дверь. Занимайся сам, чем хочешь, а мне не мешай. И вот, вы знаете, что-то начинает делать ум. Ты уже привязываешься к божествам, ты привязываешься к каким-то циркам, и ум бегает от одного божества туда, сюда, мгновение, и так быстро. Он и во Вриндава не побывал, он и в Жаганатхапуре побывал, и весь в Майфур объездил. Представляете? А ты тут повторяешь цветы и имена. А теперь, уже спустя много лет, я опять говорю, ты сам по себе, я сама по себе, я буду повторять цветы и имена, и мы друг друга, не сами. Я тебя очень уважаю. Когда ты что-то хочешь, я говорю, подожди вот 3-4 часа. Мы сейчас вот это вот сделаем, а потом я тобой займусь, я ему говорю, как с личностью. Он ждет девочек терпеливо. Но все, что он делает, он уже знает, что Анирутха, это Господь Синитинанда, что надо у него сто прибежища принять, потому что это чистая, прозрачная, благостная среда, из которой состоит этот ум. Я говорю, вот тебе самое главное просить прибежища Анирутха, и он там, девочки, находится, понимаете? То есть он это личность. И если ты с ним дружишь вот так вот, он полностью подчиняется. Поедете? Что, уже поехали? Ой, спасибо вам большое. Спасибо. Давайте сфоткаемся вместе. Давай.